дорогие друзья приветствую вас на моем канале с вами тарас березовец сегодня у нас уже 3 января 2023 года наступившего поздравляю всех зрителей моего канала с новым 2023 годом каким бы тяжелым он ни был тем не менее это не повод вешать нос или унывать с рождеством христовым те кто уже успел его отпраздновать с ханукой и с наступающим рождеством для тех кто будет отмечать его 7 января как я и обещал накануне хочу посвятить отдельное видео прогнозом военных событий политических событий на 2023 год поговорить об этом отдельно в отдельном видео для того чтобы не тонуть в оперативке которая происходит каждый день сегодня много важных событий пока крупнейшие из них это гибель российских мобилизованных в оккупированной макеевке и последовавшие затем скандала об этом я поговорю далее в отдельном видео вчера я по горячим следам оперативно все это обсудила сегодня все таки давайте поговорим о серьезной военной аналитики и так мы вступили в новый 2023 год все ожидают что этот год должен стать годом решительного перелома годом решительной победы украины над россией однако в общих чертах то как выглядит эта победа и самое главное когда она может быть достигнута этого на сегодняшний день конечно же никто не знает я могу сказать только то находясь внутри ситуации понятно что для офицера засуну ситуация выглядит возможно иначе она не выглядит в цветных тонах она выглядит скорее в тонах черно-белых серых серый цвет тоже важен для понимания но еще раз повторю находясь внутри ситуации я не могу быть излишне оптимистичным и давать вам слишком оптимистичные прогнозы во первых это было бы безответственно с другой стороны у меня нет четкого на сегодняшний день оптимистичного прогноза к сожалению для вас для того чтобы сказать о том что все закончится двадцать третьем году и все закончится максимально результата максимальная победа и все хотят видеть конечно полную деоккупацию всей территории украины включая крым и донбасс и оккупированные территории запорожской херсонской областей многие считают что чуть ли не в этом году вооруженные силы украины уже должны зайти на территорию российской федерации стоять чуть ли не под стенами кремля путина повесят как все время повесили саддама хусейна но еще раз повторю мы живем не сказки мы живем в реальности в реальности 2023 года война это длится уже девятый год если мы берем это исчисление все-таки февраль 2014 года они февраль 2022 себе точным и поскольку наша страна и я в том числе находимся в этой ситуации уже девятый год я не могу давать вам завышенных ожиданий не хочу этого делать это будет некорректно это будет несправедливо ну и самое главное это удел каких-то диванных экспертов под которых сейчас как вы понимаете и видите развелось огромное количество когда я очередной раз слышу какие-то заявления так называемых военных экспертов о том что частично мобилизация на россии провалилась о том что дескать россия не способна проводить никаких наступательных операций о том что украинская армия сейчас одной левой всех положит всегда возникает вопрос почему эти так называемые военные эксперты не в украинской армии почему они ходят в чистых от отглаженных от утюженных костюмах в чистые телевизионные студии продолжают давать прогнозы которые они реализовываются которых забывают тут же и делают это на протяжении уже многих месяцев если не лет месяцев после 24 февраля ситуация изнутри выглядит совершенно иначе еще раз повторю понятно что можно сказать что мы не можем видеть все ситуации всей картины поскольку кто-то скажет что я не объективен поскольку я не вижу ситуации со стороны я пытаюсь максимально абстрагироваться насколько это возможно еще раз повторю но я считаю еще раз что 2023 год девятый год войны дает нам четкое понимание того что российская федерация может потерпеть решительное поражение только в результате цепи событий ни одного какого-то события с этой точки зрения даже разгромное поражение мы видим пересечении рубежа в 100 тысяч ликвидированных российских военных войну не останавливать почему-то да хотя многие рассказывали о том что как только 10 тысяч российских военных лягут в украинскую землю потом они искали 30 потом скале ну две-три недели еще потерпите вот скоро это все произойдет что-то идет неделя за неделя война не заканчивается и она я вам скажу возможно храмольная вещь она не закончится ни через месяц не через два не закончится через год даже к сожалению да в этом году мы можем под давлением эффективных обстоятельств подписать новое мирное соглашение по типу минск-1 и минск-2 и многие источники западные в первую очередь они нас подталкивают к мысли есть определенное движение его чувствую к тому чтобы подобное мирное соглашение перемирие если бы более корректным было подписано даже называется конкретная дата лето 2023 года почему лето это тоже легко объяснить час российская федерация как и нато собственно говоря испытывают серьезнейшие проблемы с вооружениями поставка вооружения если в россии правда эти вооружения брать практически ниоткуда кроме как террористических режимов ирана северной кореи а теперь еще надежда возлагается в том числе и на китай пока эти надежды правда не оправдывается у запада вроде как ситуация должна быть лучше но по большому счету я вам скажу что в отличие от россии и советского союза запад никогда не имел таких огромных арсеналов и складов военных которая могла себе позволит россии или даже украина складов и знаете где бесконечные километры в несколько штабелей уложенных снарядов реактивной артиллерии или обычной ствольной почему первых потому что это очень дорого во вторых это все надо содержать оплачивать серьезные требования безопасности нужно платить за охрану нужно платить за эти склады и самое главное зачем то есть запад нато не рассчитывали конфликт подобной интенсивности о том что придется выстреливать десятками тысяч снарядов на протяжении многих многих месяцев запад был готов я возможно выскажу здесь мысль которая моих паразит вести подобные военный конфликт на протяжении максимум двух-трех месяцев два-три месяца это максимум чем они были готовы а дальше предполагалось что с помощью конвенционного оружия первую очередь ракет крылатых класса там воздух земля или земля земля авиации любой враг будет повержен и в принципе все конфликты которые ввело нато давайте посмотрим все военные конфликты будь то буря в пустыне две операции в раке 1991 потом 2003 года операция на балканах против сербии президента милошевича то есть все это показывал что в принципе полное превосходство авиации крылатые ракеты они способны сделать все а конвенциональное вооружение типа там бронетехника пехота это уже на последнем этапе или в принципе она не применима то есть в югославском конфликте он вообще не использовался там все решила авиация да в случае с адамом хусейном решили свою роль наземные войска и спецподразделения опять же отдельный компонент который имеет свою доктринальную роль в военной концепции введения военных конфликтов североатлантического альянса что мы наблюдаем в украине мы наблюдаем то что огромная армия состоящая уже из сотен тысяч миллионов в случае с украины уже миллион людей под ружьем находится воюет на протяжении многих месяцев россия в течение весны лета выстреливала ежедневно ежедневно подумайте цифру 50-60 тысяч снарядов ствольной артиллерии это не 4 ким на 60 тысяч снаряда ежедневно украина могла максимум ответить там 5-6 тысяч сейчас с учетом голода снарядного который они начали испытывать кстати здесь еще одна параллель с первой мировой войной там тоже был великий снарядный голод которого российская империя тоже благодаря щурпанию своих запасов достигла 2015-1916 годах так вот великий снарядный голод в россии наступит где-то приблизительно к марту месяцу сейчас они уже в три раза сократили количество выстреливаемых снарядов ствольной артиллерии то есть от 50-60 тысяч часа не дошли до нормы 19-20 тысяч в сутки всего лишь то есть в три раза сократилась и ситуация будет на них ухудшаться у них огромная изношенность ствол в том числе об этом тоже они предпочитают умалчивать у них серьезнейшие проблемы скажем так с подготовкой личного состава качественного не сержантского состава нет офицерского из-за чего не дернули собрали офицеров кафедр беспрецедентно да то есть военные кафедры чистые теоретики пиджаки которые никогда в жизни не воевали в полевых условиях не были сейчас их бросают условия войны и основная масса но их много их много пусть они вооружены старым но все это оружие стреляет оно убивает и поэтому они безусловно будут готовить наступать на операции когда собирается такая огромная масса военнослужащих мобилизованных свыше 300 их цифра официально 329 тысяч а скрытая мобилизация продолжается по сей день и вот уже сегодня путина комитет солдатских матерей призвал объявить всеобщую мобилизацию и запретить вообще всем мужчинам выезд из россии видите какие тревожные звоночки пошли то есть это говорит что в принципе как говорят военные аналитики они способны поставить под ружье где-то доп еще плюс имеется ввиду к сегодняшним до полутора миллионов человек вопрос как их вооружить как их одеть по сути для них не стоит они к этому не готовы вооружать их придется старым стрелковым оружием бронетехники для них нет артиллерии для них нет танков нет по большому счету но они могут использоваться как пушечное мясо и это никого не остановит поэтому к чему я все это веду что россия безусловно будет готовить наступает на операции об этом говорит и западная разведки и об этом говорит главком вооруженных сил украины генерал валерий заложный это масса людей это казать как в театре если в первом акте на сцене висит ружье последним должно выстрелить также и здесь если мобилизованы сотни тысяч российских граждан значит они будут использованы на фронте соответственно их бросят сюда как мясо пушечное в том числе и несмотря на то что не укрепляется сейчас скажем так и роя траншеи в том же крыму кто-то говорит ну все уже мы войну выиграли раз уже в крыму начали окапываться значит все гей-гей вперед но для того чтобы вести наступательные операции это не секрет нам не хватает бронетехники я имею ввиду украинской армии не хватает авиации и ракет класса воздух земля 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 это то то о чем я говорил вначале что доктрина нато предусматривает ведение определенными конвенциональными методами ведения войны чего у нас нет у нас нет необходимом количестве бронетехники крылатых ракет нам нато не поставляет нужном количестве с авиацией в принципе все выглядит еще более печально здесь полный перевес на начало войны он составлял 1 10 то есть на один украинский боевой самолет приходилось 10 российских ситуация не сильно поменялась авиации нам не дали до сегодняшнего дня и поэтому выиграть докринальных войнах нато как это нато привыкла мы не можем а поскольку нато не рассчитывала вести конфликты подобной интенсивности в течение столь длительного времени уже десятый месяц войны скоро уже будет полные 12 месяцев точнее уже до 11 11 месяц войны пошел я имею ввиду что есть считать даже с 24 февраля 22 года поэтому начинается серьезный снарядный голод и в странах нато и в россии поэтому вот эти разговоры о том что переговоры мирные мирное соглашение где-то начнется летом они имеют под собой определенную почву это означает де-факто что если ты будет условный минск 3 при заключенной при посредничестве то ли турции то ли германии то ли франции то ли еще каких-то стран но тем не менее если этот мирный договор будет заключен и к этому есть определенное движение сегодня в странах запада давайте говорить откровенно они тоже все устали эта война истощает их ресурсы и финансовые в том числе это не говорит о том что война прекратится но может быть заключено некое временное перемирие в котором заинтересован безусловно и путин и у него ситуация вообще ахова ему сейчас надо пополнить запасы с одной стороны а с другой стороны провести переподготовку своих же граждан мобилизованных они не готовы да это мясо но она некачественная то есть его надо немножко подкачать на его надо как-то понять через каких-то лагерях и тому подобное и поэтому если не нет форс-мажорных сценариев типа убийства путина его смерти или какого-то бунта оснований для этого пока мы не видим при всем оптимизме пока ничего не происходит подобного значит говорит что если заключается некое мирное соглашение ситуация замораживаться по состоянию на то что россия успеет оккупировать и что мы успеем освободить к этому моменту так она может быть и заморожено это один из сценариев еще раз повторю это не нет смотрите если о чем-то гряды за человек чему-то призывая или я говорю о тех реалистичных вещах тех сигналах которые мы слышим которые могут произойти это базовый сценарий заключение некого мирного соглашения где-то летом возможно вначале возможно конца концу 2023 временное временное замораживание за это время перевооружаются украины переоружается россии и конфликт так вот война затухающая нас пихивать с новой силой через сколько это может произойти это может произойти через 3 месяцев через 6 месяцев может провести через год может предполагать и через два года опять же здесь никто не ответит ну достаточно перемирие будет временным ну скорее всего мы говорим временные сроки до новой вспышки военного конфликта где-то от шести месяцев более мистично то есть из литом его заключают. Опять же, по факту, где-то к весне 2024 года эта война вспыкнет снова. Это базовый сценарий. Нам нужно успеть перевооружиться в такой степени, чтобы перекрыть то, что успеет перевооружить и переучить у себя Россия. Учитывая то, что у нее огромные ресурсы, они будут готовить наступление нового. И на Киев со стороны Белоруссии, и на Волынь со стороны Белоруссии, и на Харьковскую область опять. И на Запорожье, на Днепр и опять на Херсонщину, на Правообережную, и на Донбассе. То есть, все эти направления они остаются для них важными. В разной степени, но тем не менее остаются одинаково важными. Другой сценарий. Перерастание этого конфликта, постепенное затухание. То есть, мирного соглашения нет. Он просто начинает переходить в такую, знаете, горячая фаза, холодная сменяется. Ну, то есть, условно говоря, обстрелы идут постоянно, но движения нет. Этому будет способствовать то, что нету. Пока у нас на посоцене на сегодня достаточного количества авиации и бронетехники. А у русских серьезный голод, и поэтому они не способны на какие-то длительные операции. Да, краткосрочные, они могут обеспечить две, максимум четыре недели. Опять же, пока еще есть, и пока им позволяют наличие и бронетехники, и БК, пока, которые сокращаются, неумолимо, пополнить их неоткуда, да, кроме как, опять же, Иран, теоретически, баллистичные ракеты. Но мы, как мы видим, украинское ПВО становится лучше, лучше и лучше, и поэтому долетает все меньше и дронов, и ракет, в том числе крылатых, и баллистических. Китай, что будет делать в этой роли Китай? Китай заинтересован максимальным ослаблением России, им надо купить, условно говоря, это как на рынке, когда вы ждете максимального упадения цены, и когда цена упадет максимально, тогда вы готовы это все скупить. Поэтому Китай, в принципе, с одной стороны, не заинтересован, чтобы конфликт длился достаточно долго, поскольку это угрожает, наносит прямой вред интересам национальным Китая, работает против его союзников, которые страдают от отсутствия продовольствия, которое Украина производит. С другой стороны, Китай выгодно максимально ослабить Путина, ослабит Россию, всем, чтобы ее купить за недорого. Поэтому Китай, в принципе, он, безусловно, против будет однозначно ядерного сценария, поскольку ядерный сценарий играет против всех и против интересов такого глобального игрока, Китай, который высказывает претензии на двуполярный мир вместе с США. Но чем дальше длится эта война, тем больше слабевает режим Путина. То есть, медленное загнивание Путина, его падение России в руки Китая, это, безусловно, базовый сценарий для Пекина. С этой точки зрения Пекин пока не готов военно поддерживать Путина, но он готов его поддерживать экономически. Покупать его нефть, газ, давать ему деньги, необходимые для поддержки внутреннего ресурса. Но что же в самой России? А в самой России неминуемо начнутся центробежные процессы. То есть, она начнет постепенно разваливаться. То есть, это повторение Советского Союза или развала Первой мировой войны. Когда местные элиты осознают, чем дальше, что эта война невыгодна им в первую очередь, она работает против их интересов. И зачем умирать, тратить свой человеческий ресурс и финансовый на бессмысленные амбиции Путина? Ну, какому-то Татарстану, условно говоря, или Башкорстану, или Саха, Якутии. Зачем им терять свой человеческий мужской ресурс? Очень ценный, очень важный. Какую-то бессмысленную войну, чтобы добиться, получить какие-то дополнительные территории Херсонской, Запорожской, Харьковской или Донецкой областей. Вот скажите, зачем это Татарстану? Да незачем, на самом деле. Это вся абсолютная блажь, которая непонятная, она работает, понятно, против так называемой путинской элиты. Они все это понимают, губительность этой. Поэтому, с этой точки зрения, сценарии саботажа, нарастания сопротивления внутренней этой войне, они будут, безусловно, иметь место. И скандалы, которые сейчас уже происходят, война между спецслужбами, между военными, а теперь еще и давят и группировка Пригожина-Кадырова, которая рвется к власти. Это все будет подрывать единство власти. В основе нет идеологии, связывавшей, согласитесь, Советский Союз, нет никакой идеологии, типа уровня коммунистической. Все эти идеи, а-ля русского мира, они не тянут на то, как выглядит Российская империя. Все-таки движение Белой Гвардии. Сохранить Россию, самодержавие, народность, православие, ничего этого нет. То есть, нет этого клея, который держал бы Россию, так как это держало каким-то образом и подживливало, говорят, в Украине. То есть, это поддерживало. Это самое белогвардейское движение. Нет его, нет. Очень разные силы, очень противоречивые, находящиеся в взаимном конфликте и ненависти. Все это будет подрывать в течение 2023 года путинскую власть, подмывать, размывать ее основы и неминуемо приведет к краху путинской власти и вспыхиванию гражданского конфликта. Это может быть полномасштабный конфликт. Я не думаю, что это будет уровень гражданской войны, в которой тогда сгинуло 2 до 4 миллионов жителей бывшей Российской империи. Но это может закончиться все на уровне верхов. Но, тем не менее, российские регионы в итоге из состава Российской Федерации выйдут. Тот самый парад суверенитетов, который начался в 1991 году и не достиг логического итога, в этот раз имеется шанс реализоваться. Имеется шанс реализоваться. Произойдет ли этот развал в течение 2023 года? Маловероятно. Для того, чтобы это произошло, она должна еще более основательно подгнить. И линии конфликта должны еще более усугубиться. Между региональными элитами и центром. И внутри, смотрите, идет конфликт. Региональный, центральный, а внутри центрального еще идет война между службами, военными, частной военной компанией Пригожина, кадыровцами и прочее. То есть, все намного еще хуже, на самом деле, чем это было в момент развала Российской империи. С другой стороны, Советский Союз тоже развалился не за один момент. Он длительное время подгнивал. И его основой послужило поражение, в том числе в Афганской войне, длительное, 1979-1989. И развалился он через два года после этого. То есть, мы подходим к той точке зрения, что если не произойдет чего-то форс-мажорного с Путиным, его убийство или смерть, которая, в принципе, обдуляет все, любая власть, которая приходит после него, будет вынуждена садиться и договариваться с Западом и с Украиной, если этого не происходит, в таком случае должна быть некая пауза. Сначала должно быть решительное поражение в войне против Украины, а потом какая-то пауза, поражение, и потом, наконец, развал этой самой империи. Это будет третий развал. Развалилась сначала Российская империя, потом развалился СССР, теперь развалится Российская Федерация. По сути, суть преемственности понятна. Это та же самая Российская империя в разных формах. То есть, Российская империя Романовых, потом Российская империя коммунистов от Ленина до Горбачева, и, наконец, Российская империя от Ельцина до Путина. Ее ждет неминуемый развал. Она каждый раз развалилась, она каждый раз теряла. И этот раз может оказаться для нее фатальной, после которого подняться Российская империя уже не сможет и вернуть свои территории. Но для того, чтобы это произошло, Украина должна нанести решительное поражение. А это сделать без увеличения военной помощи со стороны Запада невозможно. Почему я и говорю, что 23-й год не станет концом Российской империи, не станет концом этой войны. Достичь решительной победы мы можем только в этом случае, в случае решительного, кардинального увеличения западной военной помощи. Что пока не выглядит очевидным для меня. Почему я и говорю, что базовый сценарий, о котором говорят западные аналитики, заключение временного перемирия и возобновление войны в следующем 24-м году, возможно, или чуть позднее. Или же этот конфликт будет с стадиями затухания продолжаться. Не будет никакого перемирия, он будет просто идти вот по синусу, эти вспышки, там где-то наступление, замирание, наступление, замирание. Наша задача в этом году, наша задача минимум, деоккупировать полностью, выйти на побережье Азовского моря, деоккупировать Запорожскую и Херсонскую область, выйти на административные границы Автономной Республики Крым и попытаться нанести поражение противнику, в первую очередь за счет взятия в плен, уничтожения живой силы, значительное нанесение поражения противнику в ходе наступательных операций на Донбассе, то есть Луганская и Донецкая области. То есть план максимум, освободить Запорожскую и Херсонскую область, попытаться освободить Донецкую и Луганскую область, выйти на админграницы с Российской Федерацией и выйти на админграницу Автономной Республики Крым. С Крымом будет отдельная история, Путин предупредил, что он будет использовать ядерное оружие в случае попытки вступления на территорию полуострова Крым. Запад это понимает, там серьезно относятся к этим угрозам, поэтому ситуация с освобождением Крыма может занять чуть больше времени. Если не произойдет, еще раз возвращаюсь к форс-мажорному сценарию, убийства или смерти, или другого чего-то форс-мажорного отстранения от власти Путина. Если этого не будет, ситуация с Крымом может быть решена дальше. Это наша задача максимум. Ну а задача минимум, еще раз повторю, как минимум освободить территорию Запорожской и Херсонской области, попытаться выйти на границы 24 февраля 2022 года. Насколько это все произойдет и удастся, зависит от очень сосочетания многих факторов, мы должны понимать и экономическую ситуацию ухудшающуюся, вообще в мире, не только в Украине, вообще в мире. Глобальный кризис, который тянет за собой все это, продовольственный кризис огромный, военный кризис, военных поставок в том числе, и это все делает эту картину достаточно сложной. Есть оптимистичный сценарий, еще раз повторю, если удастся выйти на границы, админграницы с Российской Федерацией, полностью очистив все, за исключением полуострова Крым, это максимальный сценарий, минимальный сценарий, деоккупация Запорожской и Херсонской областей, тех частей, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года. Одним словом, это все говорит о том, что 23 год имеет мало шансов стать годом решительной победы, шансы на это есть, это не вопрос веры, не доверия, я говорю, о логических факторах, вот он может произойти так, только в случае цепи событий, форс-мажорных, которые могут произойти, шансы на них, хотя и невелики, но они есть. Но 23 год будет достаточно сложным во всех смыслах отношений, если вы ожидаете, что все закончится в одночасье, и наступит мир, и тут же наступит благоденствие, и все будет восстановлено, это все восстанавливает, нам придется очень долго, вы не представляете, какая ситуация с минами, это все займет долгие годы, поскольку заминировано все, поля здесь просто, ну невозможно выйти, мы с этим сталкиваемся ежедневно, и ситуация здесь очень тяжелая, это будет стоить огромных денег, десятков миллиардов долларов, и будет стоить многих жизней и долгих лет. Одним словом, 2023 год способен преподнести сюрпризы, как сюрпризы, так и стать просто очередным годом войны, который нас выведет в следующий 2024 год. В любом случае, победа над Российской Федерацией будет одержана, но нужно готовиться к затяжному конфликту, затяжному, даже если это будет перемирие, после него опять начнется новый этап этой войны. Вот такой у меня прогноз, друзья, я сразу предупредил, что он не будет розовым, красивым, и с рюшечками, но он будет реалистичным. Продолжим дальше отслеживать события, друзья, у нас очень много важных событий в самом начале года происходящих, в том числе конфликт сейчас, разгоряющийся наверху российской власти, я этому посвящу отдельное видео, сегодня постараюсь его записать, посмотрите, подписывайтесь на канал, лайкайте, шарьте, комментируйте, не забывайте подписываться на телеграм, фейсбук, инстаграм, там много интересного. Берегите себя, друзья, победа будет за нами, слава ЗСУ, слава Украине, с вами был Тарас Березовец, до новых встреч, пока-пока.